Здравствуйте, мои хорошие! Всех приветствую на своем канале! Всех приветствую в нашей школе будущего! В этом видеоматериале мы должны определиться, кто же у нас попадет в рай. Есть такая информация в Коране, я вам зачитаю сегодня эти аяты. Ну, конечно, мы не так и не сможем определить при помощи текстов Корана, где же будет находиться рай, поскольку есть подобная цитата, но она представлена таким мутым способом. И у меня возникла догадка относительно рая, которая, в принципе, совпадает с теми текстами, которые даны в Библии. Итак, зачитываю этот аят, это у нас Сура Железа, аят 21. Стремитесь же к прощению от вашего Господа и раю, ширина которого подобна ширине неба и земли. То есть нам указана ширина неба и ширина земли. И вы должны понимать, что если бы рай был на небе, то было бы написано, что рай равен ширине неба. Если бы рай был бы только на земле, то было бы написано, что рай равен ширине земли. Но вот тут и то, и другое понятие. Таким образом, я делаю вывод, что рай – это нечто среднее, это присутствие человека и на небе, и на земле. И я считаю, что рай – это не определенная территория, а вот то состояние человека, которое будет в будущем. То есть это вот его вечное состояние, в котором он будет пребывать. И есть у нас аяты, которые как бы намекают на эту информацию. Посмотрите, кстати, мои видеоматериалы прежние, где я рассказывала о тонких телах человека. И говорила о том, что будет видно у человека свечение ауры. И сегодня я еще один аят, интересно, зачитаю. Это Сура Толпы, 20-й аят. Но для тех, кто боялся своего Господа, уготованы горницы, расположенные одна на другой, под которыми текут реки. Здесь явно речь идет не о каких-нибудь квартирах, домиках, а идет речь о тонких телах человека, которые расположены одну над другим. И что такое реки, которые текут ниже? Это информационно-энергетический канал, как ни крути. Ну, по крайней мере, я так увидела эту фразу. Так, читаем дальше. Это у нас будет Сура Корова, 25-й аят. Обрадуйте тех, которые уверовали и совершали праведные деяния тем, что им уготованы райские сады. Итак, кому уготованы райские сады? Тем, кто совершал праведные деяния. И тем, кто уверовал. В которых текут реки, всякий раз, когда им будут подавать плоды для пропитания, они не будут говорить, это уже было даровано нам прежде. Но им будут давать нечто похожее. У них там будут очищенные супруги, и они пребудут там вечно. Но насчет очищенных супруг это достаточно просто. Те женщины, которые станут праведницами, то, естественно, они очистятся. И здесь идет речь как раз вот о такой духовной чистоте. Ну, естественно, духовная чистота, она к физическому порядку приведет. 82-й аят. А те, которые уверовали и совершали праведные деяния, окажутся обитателями рая, они пребудут там вечно. То есть вот слово «вечно» и «пребывание вечно» говорит о том, что человек в раю, то есть в новом веке, в новом облике будет жить вечно. А тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, мы введем в рай вместе с праведниками. Сура Лукман, аят 8. Воистину тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, уготованы сады блаженства, они пребудут там вечно. Итак, читаем дальше. Сура Хач, 14-й, 23-й, 24-й, 50-й, 56-й аят. А тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Господь ведет в райские сады, в которых текут реки. Вот я думаю, что здесь все-таки речь идет об энергетических каналах. А тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Аллах, вот я считаю, что слово Аллах все-таки надо заменить на слово Творец, чтобы было всем понятно, ведет в райские сады, в которых текут реки. Там они будут украшены золотыми браслетами и жемчугом, и их одеяния будут из шелка. Вот это вот описание шелка, струящийся такой шелк, жемчуг, браслеты напоминают мне вот о тех как раз энергетических каналах, которые присутствуют на теле человека, и о точках входа, выхода энергии. Вот здесь вот у меня ассоциация идет с жемчугом. Вы знаете, что у нас есть определенные энергетические точки, при помощи которых многие люди лечат других людей. Их научили благим словам и наставили на путь достохвального. Тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, уготованы прощеннейшие, щедрый удел. И тогда те, которые уверовали и совершали праведные деяния, окажутся в садах блаженства. То есть, если вы хотите попасть в сады блаженства, то делайте праведные деяния. Итак, сура верующая, 10 и 11 аят, именно они являются наследниками, которые наследует фирдаус, в котором они пребудут вечно. Что такое фирдаус? Вот такое понятие у нас есть в Коране. Фирдаус обозначает у нас благодать или рай. Ну и в совокупности получается у нас райская благодать. Так, и еще есть у нас аяты. Заемной поклон сура, 18 и 19 аят. Неужели верующий подобен нечестивому? Неравны они. Для тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, сады пристанище станут угощением. За то, что они совершали. Прощающая сура, 40 аят, а те мужчины и женщины, которые поступали правильно, будучи верующими, войдут в рай, в котором они будут получать удел без счета. То есть для них будет все возможно. Так, читаю дальше. И я, в принципе, вот этим хочу закончить. Сура Барханы, 13 и 14 стих. «Воистину те, которые сказали наш Господь Творец и последовали прямым путем, не познают страха и не будут опечалены. Они являются обитателями рая, в котором они пребудут вечно в воздаянии за то, что они совершали». Есть люди, которые говорят, «Господи, внуши мне благодарность за милость, которой Ты облагодействовал меня и моих родителей, и помоги мне совершать праведные деяния, которыми Ты доволен». И я считаю, что вот достаточно этой информации, которая говорит о том, что человек должен быть праведником. Поэтому мне бы хотелось, чтобы Вы ими стали. Ну и всего Вам доброго. До следующих встреч. Жду Вас всегда с нетерпением. Буду готовить следующий видеоматериал. Немного еще поговорим про рай. Есть интересные аяты в Коране и хочу их озвучить. Всего Вам добра. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!